Депутаты Госдумы в трех чтениях приняли изменения в Жилищный кодекс и закон о газоснабжении. Когда поправки вступят в силу, техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирном доме сможет осуществлять только одна газовая компания. Управляющие организации обяжут заключать договоры о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме. Положение об этом должно содержать договор об управлении МКД. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и Благоустройство Пермского края. А в нашем городе провели совещание по вопросу строительства нового учебного корпуса и общежития для Березняковского политехнического техникума. Заместитель председателя правительства Алексей Валерьевич Чибисов отметил, что край поддерживает промышленное развитие территорий. Он сделал акцент на том, что в решении кадрового вопроса в первую очередь заинтересованы предприятия, именно поэтому техникум будет создан на условиях софинансирования. По словам Алексея Казаченко, принято совместное решение доработать отраслевое техзадание и подписать необходимые соглашения. Это должно быть сделано до 30 марта, а задача муниципалитета – четкая координация всех процессов. Завершился очередной этап работ в Никола-Димитриевском храме. Полехскими художниками выполнены работы по написанию икон для нового иконостаса с кувуклией. Написание иконы – это сложный процесс. Полехские иконы отличаются сложной композицией и особой техникой создания изображения. Объем выполненных работ – почти 13 тысяч квадратных дециметров, а это 132 иконы. Основным стилистическим ориентиром при работе полехских художников над иконами были произведения Строгановской школы, сложившиеся в конце 16 века и названные по имени богатых купцов-салепромышленников. Мастерская «Полехский иконостас» продолжает трудиться над созданиями иконостаса в наш Никольский храм. Рубрику новости коротко подготовил Евгений Шаров.